Парад Дедов Морозов Парад Дедов Морозов Лидия Кузьмина Здравствуйте, Лидия Николаевна Здравствуйте, Лидия Не приходилось вас еще поздравлять с назначением, поэтому поздравляем Благодарю Первое мероприятие, которое вы курировали в новой должности, это был День города Вот как все прошло, на ваш взгляд? Я, конечно, могу судить, и все мы можем судить о результатах какого-либо проведенного мероприятия по отзывам Отзывам наших горожан, гостей нашего города И хочу сказать, что на самом деле было очень приятно, что отзывы эти были весьма положительные И были настолько знаковые события, о которых можно говорить, что они точно впишутся в историю нашего города Уже чего стоит только открытие памятника Бюста Ивану Александровичу Шмелеву на площади перед детской музыкальной школой номер один Это человек, который привнес музыкальную культуру в наш город Который был основателем первого хора в городе Сочи, первого детского хора Это большое событие, которое увенчалось установлением колокола всемирных хоровых игр на площади перед художественным музеем Это тоже историческое событие, поскольку девятые всемирные хоровые игры вошли в историю этого масштабного мирового мероприятия Как лучшие всемирные хоровые игры Я думаю, что это вписано, конечно, в историю И все запомнят эти два важнейших события, которые состоялись в этом году именно в рамках празднования Дня города Да, и благодаря таким подаркам День города 2016 однозначно запомнится надолго Также очень много событийных мероприятий по городу велось в районах То есть это и открытие многочисленных памятников, знаковых мест Которые сопровождались выступлениями детских, взрослых коллективов Танцевальных, хоровых, инструментальных, театральных То есть это был такой калейдоскоп событий, который, конечно, запомнился нашим сочинцам Мероприятия Дня города, продолжавшиеся пять дней, они рассчитаны были на любой вкус Это были и ярмарки мастеров прикладного искусства Это были выступления самодеятельных коллективов Это была молодежная составляющая, очень хорошо представленная Это был фестиваль этносочи национальных культур Которым приняло очень большое количество участников нашей национальной общины Это были мероприятия красивейшие в зимнем театре Собрание торжественное И наш ежегодный конкурс для детей с ограниченными возможностями здоровья Хрустальный петушок Надо сказать, что на представлении, вот на этом заключительном в этом году Показе конкурса Хрустальный петушок Было очень много гостей, которых пригласила наша общественная организация Лига женщин Мосдобра И все приглашенные были просто в восторге от того, что можно сделать вот с такими детьми Которых мы считаем ограничены Которые считаются детьми с ограниченными возможностями здоровья А на самом деле это талантливые ребята, которые себя проявляют абсолютно во всех видах искусства И Хрустальный петушок, и детские мероприятия Это все было нацелено на то, чтобы наших детей привлечь больше к тому, чтобы они занимались искусством, культурой Чтобы они принимали участие во всем, что происходит у них в районе, у них в городе И тогда точно у нас вырастет замечательное поколение Очередные массовые празднования тоже уже не за горами Новый год Что Управление культуры готовит для города? Какие предновогодние мероприятия нас ожидают? Хочу сказать, что в период с 24 по 11 января Это будет проведено во всех районах города более 200 мероприятий В которых примут участие как дети, так и взрослые И начнется все это 24 декабря У нас здесь в центре города, по улице Новогинской По традиции пройдет парад Дедов Морозов И все это будет еще раскрашено тем, что подключается прямо к этой колонии Кавалькада у нас, мотопарад, тоже в стилизованных костюмах новогодних Пройдет шествие по улице Новогинской до площади Флака Где будут, конечно, интерактивные мероприятия Это будет проведено много развлекательных программ с детьми И затем наши байкеры Деды Морозы проследуют по улицам нашего города Так что все в центре, в любом уголке могут посмотреть на вот это зрелище Сразу все поймут, что все, в Сочи начали праздник Наступает Новый год С 26 по 28 декабря на площади Южного Мола состоятся новогодние представления Для детей, для взрослых, родителей этих детей, куда мы всех приглашаем Проводят обязательно все районы со своей собственной индивидуальной программой То есть ни один праздник, он не будет продублирован Они будут, конечно, разные Потому что каждый делает свой сценарий И относится к этому творчески Так что мы всех, конечно, приглашаем Непременно будет проходить предновогодняя ярмарка Мастеров прикладного искусства Там же на Южном Малу 29 и 30 числа в Зимнем театре состоится елка главы города Которая уже много лет проводит наша общественная организация Лига женщин, Мосдобра Которая очень трепетно относится вообще ко всем детям нашего города Ни один ребенок не останется без внимания Это и дети из сельской местности И дети из малобеспеченных семей И одаренные дети Они и поучаствуют в новогодней программе И посмотрят спектакль Муха-Цокотуха, который готовит наше театральное содружество «Золотая надежда» И, конечно, ни один ребенок не уйдет без подарка Ну а то, что касается взрослых, то 26 числа на сцене Зимнего театра У нас состоится традиционное мероприятие по подведению итогов С которым глава всегда очень тщательно готовится Всегда много награждает, поощряет, благодарит жителей нашего города У нас будут подведены итоги по итогам благоустройства По итогам новогоднего оформления наших учреждений И хочу сказать, что в этом году, не отклоняясь от традиции года кино Будет представлены презентации каждого района города Но я сейчас интригу сохраню Не скажу, какой это будет кинофильм Но я так думаю, что это, конечно, будет обязательно узнаваемый российский кинофильм Каждый из эпизодов уже себе взяли на вооружение наши районы И я думаю, что они с самой лучшей стороны презентуют себя Вот в этом новогоднем показе представлений Безусловно, у нас будут свои тефи, свои награждения Тефи, Оскары Но мы обязательно всех отметим Очень оригинально А как пройдет сама новогодняя ночь? Что касается новогодней ночи Мы, конечно, это все обсуждаем Поскольку завершить, конечно, встречу Нового года Хотелось бы нам общим концертом Общим мероприятием на площади флага Как это все было Но сейчас пока это стадия обсуждения Новогодняя программа 31 декабря Пусть останется тоже интригой и сюрпризом А вот на новогодних каникулах Если честно, многие сочинцы, если можно так выразиться, маются В первые дни января им уже многим нечем заняться Кататься на лыжах, но этот досуг тоже не всем доступен Поэтому чем можно будет порадовать, особенно детей на каникулах? Ну, вы знаете, конечно, новогодние праздники, рождественские праздники Это семейные праздники И двери всех наших клубов и домов культуры Они, конечно, открыты для всех желающих Причем это будут не только представления для детей Но можно также вместе со своими детьми Поучаствовать в различных конкурсах Во всевозможных мастер-классах Выступить в роли родителям Выступить в роли артистов для своих детей То есть поставить семейные спектакли Это все обязательно будет И перед Рождеством, естественно, это будут святки, колядки Где и дети, и взрослые совместно проводят вот эти традиционные русские праздники Здорово, скучно не будет, это однозначно А новинки какие-то будут в этом году? Конечно, у нас обязательно будут новинки 8-го числа У нас состоятся большие рождественские гуляния Совершенно необычные, необыкновенные по доброте мероприятия Инициатором этого мероприятия выступил отец Андрей Благочинный всех церквей города Сочи Это тоже мероприятие семейное Это праздник семейный Поэтому с 10 утра на площади будут ожидать нас И русские самовары, и баранки И многочисленные православные сувениры Можно прийти, попить чаю Можно поучаствовать в конкурсах и получить какой-то приз Затем мы пригласим всех наших гостей в фойе Зимнего театра Где состоится новогоднее представление с участием Деда Мороза С играми, с конкурсами А затем наш зал Зимнего театра распахнет свои двери И все увидят спектакль Сказка о царе Салтане Классическое произведение Александра Сергеевича Пушкина Которое каждый знает с детства В исполнении детского театра Храма Пантелеймона Я знаю, что это прекрасные костюмы Что это замечательная постановка Поэтому тоже мы ждем к нам в гости После спектакля мы пригласим на площадь наших зрителей Наших гостей, нашу аудиторию Где состоится мультимедийная лекция Символы в их коне Рождества После чего продолжится все праздничным концертом С колокольным шоу Со световыми эффектами С участием православного хора С участием известных исполнителей И завершим все праздничным фейерком А теперь давайте поговорим о работе отрасли культуры в целом До этого назначения вы руководили колледжем искусств Теперь все отрасли культуры Это и музеи, и библиотеки Нужны ли там перемены? Что-то будете менять в работе этих учреждений? Я хочу сказать, что, конечно, нужно улучшать То, что нужно поменять Конечно, мы будем обсуждать обязательно в коллективах И концепцию развития обязательно Это нужно обсуждать Мы очень много сейчас встречаемся с руководителями Выстраиваем как-то дальнейшую работу Но то, что нужно находить какие-то новые способы Новые методы привлечения наших людей И в библиотеке, и в музее Это однозначно, конечно, но я хочу сказать, что сотрудниками отрасли делается очень много И среди них очень много людей творческих, креативных, мыслящих по-новому Так что я думаю, что вот эта работа будет продолжена, улучшена Ну, как мы поняли, и в селах тоже есть культурная жизнь Конечно, на селе самое главное место досуга и развлечения, и общения Это, конечно, либо сельский клуб, либо дом культуры И там тоже работают неравнодушные люди И я проехала по многим селам, даже где раньше не была Я хочу сказать, что люди очень творчески подходят к своему делу И с большим желанием, и занимаются у них и дети, и заинтересованы родители в том, чтобы дети участвовали Во всевозможной кружковой деятельности Поэтому мы только это приветствуем и будем развивать, конечно Озвучите вопросы, которые все же вы намерены решать в первую очередь Самый, я считаю, важный вопрос на данный момент Это, конечно, вопрос кадров Поскольку отрасль культуры в какое-то время Ну, не так была насыщена притоком новых специалистов То сейчас, я считаю, что этому должно уделяться очень большое внимание И, безусловно, мы хотим, чтобы в наш город приехали люди творческие Мыслящие позитивно Мыслящие именно в контексте развития нашего города Правильно, перспективно И, безусловно, есть такие специальности, которые нужно в первую очередь привлекать в наш город Поскольку это все веление времени, конечно В нашем городе обязательно должен быть хороший духовой оркестр Для этого нужны специалисты, которые бы обучали наших детей с детства Нам нужны, конечно, тоже и хорошие новые креативные режиссеры Это тоже обязательное условие Конечно, нужны и как классические специалисты Так, конечно, и специалисты, способные на новый уровень вывести самодеятельную культурную деятельность Поэтому вот над этим мы будем работать в первую очередь А как вы думаете, что в этой работе для вас будет самым сложным? А что самым приятным? Самым сложным, ну, конечно, всегда сложно вначале охватить масштаб Поскольку город у нас протяженный И районы находятся на довольно большом расстоянии друг от друга И, конечно, хочется, чтобы вся отрасль функционировала как единый организм Чтобы люди могли вносить свои какие-то новые предложения Свои новые идеи Чтобы они понимали, что эти идеи будут поддержаны Это вот самое основное, первое, что я считаю, что нужно сделать Ну, а что касается самого приятного Ну, я всю жизнь занимаюсь культурой, искусством Поэтому это для меня любимое дело И я с удовольствием буду продолжать им заниматься Как вы думаете, а какой должна быть специфика курортных мероприятий? Их отличительная черта? То, что их должно быть много, сомнений нет А вот какими они должны быть? Вы знаете, ну, конечно, сейчас мы уже будем говорить О качестве подготавливаемых, проводимых мероприятий Поскольку, на самом деле, их проводится очень много И они должны быть рассчитаны, конечно, на самого взыскательного На самого притязательного потребителя Это должны удовлетворять вкусам и гостей нашего города И, конечно, жителей, которые делают этот город прекрасным Благоустроенным, очень ярким, таким событийным И мы, конечно, для этого будем прикладывать силы Но вот я думаю, что с приходом, наверное, еще и каких-то новых специалистов В разных направлениях искусства Принесет какую-то вот свою лепту В это наше общее дело Ближайшее мероприятие, новое, которое проводится Это первый международный сочинский кинофестиваль Который пройдет с 10 по 16 декабря Это совершенно новое мероприятие, такого еще не было Оно тоже проводится в рамках Года кино И Года Великобритании в России, Россия в Великобритании Ожидается большое количество иностранных гостей И, конечно, обязательно в этом мероприятии примут участие и наши жители Обязательно И я думаю, что это вот мероприятие, поскольку оно называется кинофестиваль первый То он будет иметь свое продолжение в самом лучшем виде, конечно Ну а сочинцы как смогут принять участие? Возможно, в муниципальных кинотеатрах показы кинолент будут организованы? В муниципальных кинотеатрах будут обязательно показаны бесплатно фильмы этого кинофестиваля И каждый желающий может, конечно, приобщиться к этому действию Это в этом году Ну а вот в следующем году ожидается еще больше массовых мероприятий в Сочи Чем в этом году, в том числе Всемирный фестиваль молодежи и студентов Вот к этим мероприятиям уже началась подготовка? Всемирный фестиваль молодежи и студентов Это масштабнейшее такое событие, которое мы готовим совместно со многими отраслями В том числе в тесном контакте с управлением молодежной политики И, конечно, в своей части, в части культурной программы, в части церемоний, открытия и закрытия Конечно, наша отрасль будет, естественно, незаменимым помощником Ну вот что касается нашего подрастающего поколения Что сегодня работники культуры могут предложить им? Что касается подрастающего поколения А культурены ли они? Что это вот моя тема, которой я занималась, в общем-то, почти 35 лет своей деятельности трудовой Я хочу сказать, что дети в нашем городе, они все очень присмотрены и образованы Мы стараемся это делать совместно с управлением по образованию и науке Более 6 тысяч наших юных горожан, они являются школьниками наших школ дополнительного образования Это музыкальные школы, школы искусств, художественные школы И более 10 тысяч это те, которые занимаются кружковой работой в наших клубах, в наших домах культуры Это и танцевальные коллективы, и вокальные, и инструментальные, театральные То есть родители могут для своего ребенка, определив, что хочет этот ребенок, выбрать все, что ему по вкусу желается Лидия Николаевна, спасибо вам огромное за беседу, очень рады были видеть вас в нашей студии Взаимно, я думаю, что мы неоднократно еще будем встречаться и будем работать на благо нашего любимого города Будем сотрудничать, успехов вам Спасибо Напомню, гостем нашей студии была Лидия Кузьмина, начальник управления культуры администрации города Сочи На сегодня все, будьте в курсе всех событий города Сочи и всего вам самого доброго Благодарим за создание имиджа ведущих Beauty Room Dals Студию красоты, объединившую лучших стилистов и мастеров Сочи под руководством ее основателя Дарьи Далс Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны» Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17 ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА